Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги Иисуса Сына Сирахова Читаю для библейского портала экзегет синодальный перевод Ну здесь в основном такие конкретные пожелания И мы видели уже, что то про премудрость говорит То, как конкретно себя вести И вот здесь эти пожелания, как себя вести Скорее в форме не-не-не Такая отрицательная глава Не делай зла, и тебя не постигнет зло Удаляйся от неправды, и она уклонится от себя Как нам избежать зла и всякой неправды А самому не призывать ее своими действиями Сын мой, не сей на бороздах неправды И не будешь в семь раз более пожинать с них Да, не все от нас зависит, но мы можем выбрать это Либо самим неправду сеять и распространять, либо наоборот Не проси у Господа власти и у царя почетного места О как! Власть это не здорово Наверное, потому что зло придется делать и по пути к этой власти И будучи носителем этой власти, если ты ее видишь как высшую ценность Не оправдывай себя пред Господом и не мудрствуй перед царем Не домогайся сделаться судьей, чтобы не оказаться себе бессильным сокрушить неправду О, как часто мы это видим, да? Судья говорит, ну, меня ничего не зависит Ну, вот так вот мне пришлось, да? А отвечать будет он Чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту свою То есть судья, который судит не по правде, не по закону, а по хотелкам сильного Вот видно, какое общество, сильно ли оно изменилось с тех пор Поэтому не ищи власти Не греши против городского общества и не роняй себя перед народом Но смотри, и не только перед правителем, да, вот авторитарный режим Но и перед демократическим народом не греши против него Но другой совершенно, не сказано, не ищи одобрения народного собрания, да? А не греши перед ним Потому что общество, очевидно, оно состоит из равных И когда ты в нем, то это другая история, чем когда ты подчинен царю, скажем Не прилагай греха к греху, ибо за один не останешься ненаказанным Ну, раз согрешил, так и два, и три, да? Нет, не стоит Не говори, он призрит на множество даров моих, и когда я принесу их Богу Вышнему, он примет Ну, то есть, человек грешит и откупается, да? Думает, что откупается Не малодушествуй в молитве твоей, не пренебрегай подавать милостыню А вот что делать, когда грехи есть Молиться, причем искренне, и милостынь, и милостынь, и милостынь, и милостынь снова Сколько там о милостыне сказано, прямо как будто самое главное Про власть даже так мимоходом, а про милостыню более подробно Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий Может все поменяться, и часто мы видим это в жизни, да? Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга Вообще-то нельзя врать не против кого, но против брата и друга как-то особенно мерзко, да? Близкого человека Про другого еще можешь, так сказать, по незнанию что-то сболтать не то Но уж тот, кто тебе близок, ты же про него знаешь все Не желай говорить какой бы то ни было ложь, вообще никакую, да? Ибо повторение ее не послужит ко благу Главное, что ты ее распространяешь Или от тебя она дальше будет повторяться, либо ты сам ее повторяешь Пред собранием старших не многословь И не повторяй слова в прошении твоем Коротко и по делу Все Не отвращайся от трудной работы от земледелия, которое чуждено от Вышнего Вот, земледелие тоже любит в земле ковыряться Там ходить за какими-нибудь коровами, репу сеять А вот это от Всевышнего, потому что это главное, что нам нужно Пища-то каждому нужна каждый день Не прилагайся ко множеству грешников Еще раз он напоминает об этом Глубоко смири душу твою Помни, что гнев не замедлит гнев свыше Что наказание нечестивому огонь и червь Но это символы смерти, конечно Более конкретно он не говорит о какой-то посмертной участи Хотя похоже, что ее представляет себе вполне определенно То есть после смерти, либо там сказано в день смерти В другом месте благословение человек получит Ну, понятно, что если у него после смерти ничего не будет То это бессмысленно, это благословение Значит, что-то после Так и здесь, что-то после Не меняй друга на сокровище И брата однокровного на золото афирское Это особо ценное золото То есть не имея 100 рублей, а имея 100 друзей Не оставляй умной и доброй жены Ибо достоинство ее драгоценнее золото А жену еще лучше, да? Не обижай раба, трудящегося усердно Ни наемника, преданного тебе душою Разумного раба, да любит душа твоя И не откажи ему в свободе Это вольноотпущение, конечно То есть раба надо отпускать, когда он тебе помог Интересно, что друг, жена, раб А раб ведь тоже член семьи Он так воспринимался в патриархальном обществе Более того, даже животные Есть у тебя скот Наблюдай за ним И если он полезен тебе, пусть остается у тебя Есть у тебя сыновья Здорово, рабы, скот А потом сыновья, да? Такой порядок Ну, на самом деле, это может быть скорее По степени близости к тебе Да? Там друг, жена А вот сыновья самое последнее Вот это самое-самое близкое Скотт ведь тоже, он, конечно, тебе близок Не в смысле, что он похож на тебя А в смысле, что Ну, это вот то, чем ты распоряжаешься Даже раб у него там какая-то есть своя Свобода воли А скот ты там взял и повел Корову на пастбище, да? И сыновья это вот что-то такое Прямо совсем-совсем близкое свое Есть у тебя сыновья Учи их с юности, нагибай шею их Нагибай шею их, то есть Смиряй буквально сказано Есть у тебя дочери Имей попечение Не отели их и не показываем веселого лица твоего Ох Как же это не показывать веселого лица Вот тут я, извините, как-то не очень готов согласиться Ну, может быть, имеется в виду Такая родительская строгость Да? То есть вот Не заигрывай с детьми Вот будь для них авторитетом Такое довольно патриархальное здесь общество Ну, а чего мы хотели? Это и есть патриархальное общество А что с дочерью главное? Ну, угадали уже Выдай дочь за мужество И сделаешь великое дело И подари ее мужу разумному Если у тебя жена по душе Не отгоняй ее А если не по душе, то отгоняй, да Ну, смотрите Вот не случайно эта книга не каноническая В ней очень много житейской мудрости Она не всегда вот Несмотря на все эти слова там О премудрости, о страхе Божьем Она не всегда божественная Она часто такая очень практическая Такой вот довольно суровый такой У нас тут автор наш местами Всем сердцем почитай отца твоего И не забывай родильных болезней матери твоей Ну, то есть помни, что она тебя родила И это было трудно Помни, что ты рожден от них И что можешь ты воздать им, как они тебе Мы в неоплатном долгу Мы от них получили жизнь Вот Сегодня такая модная тема Токсичные родители Претензии к своим родителям Нет, правда Есть у каждого человека Претензии к своим родителям А вот они тебе жизнь подарили Можешь ты за это расквитаться с ними Когда бы то ни было Как бы то ни было Увы, нет Всей душой твое благоговей Пред Господом Уважай священников его Ну, а тут переход уже К отцам духовным Всей силой люби Творца твоего От отцов духовных многих К отцу небесному И не оставляй служителя его Бойся Господа И почитай священника И давай ему часть Как заповедный тебе В законе Моисеева Начатки изогреха Издаяния плеч И жертвы освящения Начатки святых Ну, это разные Жертвоприношения Которые описаны В Моисеевом законе Там не только же На жертвеннике сжигается Там частью священнику Там плечо, например, возношение Да, то есть Часть животного Которое На пропитание священником Это для Бога Но есть священник То есть он Как служитель Бога Питается с его стола И к бедному Простирая руку твою Опа, как интересно Смотрите, родители Священники Творец И дальше бедный А что ж, бедный выше всех? Ну, как у нас тут Сыновья после скота Казалось бы, тоже нарушена иерархия Но настолько же это важно Оказывается Отношение к бедному К тому, кто Сам себе не способен помочь Определяет Твое отношение с Богом Он к тебе отнесется Так, как ты К этому бедному И к бедному Простирая руку твою Дабы благословения Твое было совершено Совершенно Милость даяния Да будет ко всякому Живущему Но и умершего Не лишая милости Вот это странно Что значит умершего Не лишая милости Вероятно, помощь вдовам Книга Руфь про то Как ВООЗ Не лишил милости Умерших людей Вот их вдовам Оказав помощь Может быть Идет речь о молитве За умерших Но это слишком Было бы сильно Мне кажется Он бы сказал Наверное, это подробнее Если бы он это имел ввиду Не устраняйся от плачущих И с сетующими сетуй Сочувствуй Не ленись посещать больного Ибо за это ты будешь возлюблен Во всех делах твоих Помни о конце твоем И вовек не согрешишь Прекрасная идея Помни о конце твоем О смерти И вовек не согрешишь Как же не согрешишь Вот если помнишь о смерти То зачем грешить-то Зачем получать Сладкую конфетку На две минутки Когда потом Это все Обернется Понятно чем Наше наставление Продолжится В следующей Восьмой главе Восьмой главе